Поклониться могилам солдат, отдавшим жизнь за свободу нашей Родины. Не дать людям забыть настоящих героев Великой Отечественной и Второй Мировой, стремятся участники автомото-марша. В основном это байкеры, ночные волки и юно-армейцы. В каждом городе они выставляют стенды фотовыставки «Это наша победа» как символ единства поколений в преклонении перед героизмом красноармейцев. И вот мы тем самым хотим все-таки напомнить всей той Европе, которая сегодня пытается переписать историю, внести нас в какую-то кровопролитную войну, что все-таки давайте будем жить медно. Но если надо, мы дадим любому агрессору всегда отпор. В маршруте автомото-марша Луганск, Донецк и Саур-Могила. Митинги у мемориальных комплексов проводятся на всех остановках. И в каждом городе остается флаг акции «Это наша победа». Некоторые политики западные очень хотят нашу историю уничтожить. Не изменить, а просто ее уничтожить. Ну и мы, соответственно, этому очень активно противодействуем, стараемся. По дорогам победы едут не только россияне. К международному маршу присоединяются мотоциклисты и автолюбители из Германии, Польши, Чехии, Словакии и Словении. Финишируют акции 19 августа в Севастополе. На площади Нахимова жителям города передадут символическую капсулу со смоленской землей. Ведь именно на Смоленщине родился этот адмирал. Елена Ребжанова, Евгения Слинкина, Дон-24, Камень-Шахтинский.